Мы сейчас поговорим про создание моей иллюстрации, которая называется Всем привет! Меня зовут Клим, я иллюстратор и творческий деятель в интернете. Я пишу песни, я люблю фотографировать, хотя я уже года два не занимаюсь фотографией. Вот, недавно мы выпускали клипы, вот мы еще в августе сделали съемку моего клипа, вот это спойлеры, но сейчас мы не про это. Мы сейчас поговорим про создание моей иллюстрации, которая называется Вообще, это по смыслу, как я вижу, типа в голове много мысли, что улетает куда-то в свои миры, а я как будто поддерживаю ее, чтобы остаться в этом мире. Это название родилось благодаря тому, что я нарисовал эту иллюстрацию, показал ее одной из участниц и попросил ее описать то, что она увидела. И вот так она и озвучила, ну, описание. По идее, это просто комментарий, который мне очень сильно понравился, и я принял решение, что, в принципе, так картины мало кто называет, давайте так и назовем. Ну, типа, у меня все равно не было представления, как я хочу назвать данное произведение. Потому что для меня это просто красивый портрет на сочетании двух людей, которых я знаю. Ну, по крайней мере, я их знаю. И как вообще это все случилось? Вначале я принял решение, что хочу снова заняться идеей того, чтобы развивать себя как творческого деятеля в интернете. А для этого нужно было придумать контент. У меня, по идее, уже есть контент, который можно продвигать. Но я принял решение, что я не хочу им заниматься. Но, то есть, оно меня устраивает. Пусть оно останется для меня. Не для интернета, не для кого. Тем более, мои серии работ, как «Красная дверь», называется «The Red Door». Вторая серия работ называется «Hard Guys». Я принял решение, что вот в одной работе 10 иллюстраций, во второй 6. Я не хочу заниматься их продвижением. Я не хочу их никому показывать. Они напечатанные у меня, лежат в моей коробке. Ждут того момента, когда я захочу их показать вживую. Их, конечно, можно посмотреть в рилсах. Но я не хочу их выкладывать как посты. Есть пару кусков иллюстраций, которые я показал в интернете. Но я понимал, что я не хочу заниматься их продвижением. Вначале задумывалось, что это будет, типа, продакшн хороший. Но по итогу я принял, что не хочу. И мне надо было придумать что-то новое. Я понимал, что песнями я тоже заниматься не буду. Не хочу. У меня и так уже все есть в интернете. Это можно посмотреть. Мои клипы на YouTube можно посмотреть. Мои песни можно послушать абсолютно на всех площадках. Я хочу дать возможность себе начать создавать что-то новое. И по итогу я начал писать новый альбом. Это раз. Во-вторых, я начал еще делать свой комикс, который, блин, я ебашу уже лет шесть, наверное. Вот. И еще я принял решение, что все-таки сделаю контент для интернета. Вот. Самый простой вариант, который я могу предложить аудитории, это иллюстрация. Ну, потому что я художник. Все, хорошо. Я digital artist. Окей, давайте начнем с этого. Я написал в stories, ребята, кто хочет, чтобы его нарисовали? Мне написало несколько человек. Я выбрал из них три человека. Ну, вначале я выбрал двоих. По итогу один из этой пары просто слетел, но мне не отправил фотографии. Я попросил людей отправить мне фотографии себя с четырех сторон, потому что я понял то, что я хочу что-то более концептуальное. Мне надо примерно понимать ваше лицо. Один человек мне забыл отправить, я принял решение окей. Выбрал второго человека, то есть третьего по факту, написал ей. И вот как раз мне все отправили. И по итогу вот те люди, которые мне что-то отправили, и попали в сам проект. Так получилось, что я фильтрую контент. Рано или поздно он для меня вымирает, и я хочу что-то новое создать. Вот. Сейчас у меня начал как раз формироваться образ того, что я люблю рисовать персонажей закрытыми глазами. Более спокойные эмоции равно всегда более спокойной реакции зрителей. Мне не надо, чтобы все было кричащим, потому что я и так использую довольно-таки яркие цвета. В моих работах очень часто присутствует какая-то идея насилия, что-то такое, что зрителям кажется, ну, типа, отталкивающими. Как раз спокойные эмоции, там, не знаю, что-нибудь такое визуально-позитивное, оно смягчает реакции на, например, серии работ, которых, там, не знаю, человеку голову отрубили. У меня есть работа, которая относится как раз к «Красной двери». Там первая работа называется «Ужин, который сделает нам всем больно», и там персонаж лежит, у него голова отрублена, и вот она на подносе. Вот. Думайте сами, что я хочу этим сказать. Что я хочу рассказать этой работой? На удивление, я ничего не хотел. Мне хотелось создать такой творческий вайб, когда контент сам по себе уже что-то рассказывает, и тебе не обязательно об этом рассказывать. Ну, то есть, тут все просто. Два персонажа, которые облокачиваются головами друг от друга. Первоначально я даже не планировал, что у одной из героинь будет отрублена голова. В основном я работаю от пятна, то есть, я только в этот раз решил попробовать начать рисовать именно с наброска, то есть, вначале сделал набросок, потом я накидал уже на набросок сами цвета, накидал пятна, и вот как раз из этих пятен я начал собирать уже саму иллюстрацию. Сама иллюстрация заняла у меня где-то в среднем два с половиной часа. Это при учете того, что я записываю спидпейнт на протяжении четырех дней. То есть, весь мой процесс был растянут на четыре дня. Я никуда не торопился, я чуть-чуть порисовал, взял, сделал срезку по спидпейнту, смонтировал его быстренько, выложил в интернет. То есть, поняли, да? Мне нужно было еще создать контент, который будет не только как просто картинка. Мне надо было создать несколько видео для того, чтобы заниматься постингом в интернете, потому что мне надо было создать активность. Я понял то, что я не хочу создавать больше много. Я хочу делать это, ну, то есть, переиграть это. Вместо того, чтобы рисовать много, я нарисую что-то одно, но в процессе я, например, запишу несколько видео и как раз буду заниматься постингом. Тут примерно такая логика. То есть, вначале рилсы, потом выложить, например, полный спидпейнт, например, в телеграм. Вы можете зайти в телеграм. Чисто только, эксклюзивно это в телеграме лежит. Полный спидпейнт на пять минут. Ну, то есть, я эти два с половиной часа ускорил, и у вас есть возможность просмотреть полностью весь процесс без всяких комментариев под прекрасную песню Беля или Шкихеру. Вот. Идите в телеграм. Вот. Вот как раз там эксклюзивный контент. Можете там посмотреть, проанализировать, понять мою стилистику и так далее. Вот. И внедрите это что-нибудь в свое творчество. Еще я стал обращать внимание, что я стал использовать горячие клавиши. Обычно я люблю сам процесс потыкать, найти, уменьшить. Ну, то есть, вы поняли. А сейчас, в последнее время, я понял то, что мне надо ускорять процесс. И я начал пользоваться горячими клавишами. Ну, контр-з вы все знаете. Я начал пользоваться горячими клавишами, например, B и P. Это перо и браш, то есть кисть. То есть, быстро переключать там некоторые процессы, инструменты. Для меня это тоже было довольно-таки нестандартно. Если вам будет интересно, я могу вам рассказать про некоторые горячие клавиши, которые я использую. Вот. Но в основном, тут ничего интересного. Сидишь, рисуешь. Я параллельно смотрел всякие сериалы. Например, я досмотрел Solar Moon. Вот. Прикольный процесс вообще этого всего. Вообще, сам процесс вот этого персонажа, который я ему тупил голову, она мне далась намного сложнее, чем, например, блондинка. Так получилось, что вот с анатомией лица у меня проблемы. Я не отрицаю этого. У меня очень сильно проседает похожесть. Ну, в принципе, это такая тонкая грань, которая мало у кого получается. Ну, то есть, передать похожесть в лице. Я понял то, что со временем я этот вопрос решу. Это все просто нужно набить руку на практику. Заведомо, будет результат. То есть, самое главное – научиться доводить работу до конца. Может, она будет не очень похожа, но хотя бы она будет закончена, и у меня будет анализ результата, чтобы понимать, что мне надо будет исправлять в следующий раз. И не факт, что она будет прям сильно похожа. Также можно создать образ, который будет ассоциироваться с человеком. Вот. Моя цель была создать образ, который будет ассоциироваться с человеком. И по итогу у меня получилось сделать то, что я планировал. И на самом деле мне все нравится. Я очень долго провозился еще с волосами блондинки. То есть, если, например, с черноволосой у меня были проблемы с, например, с анатомией пропорции лица, и я очень часто ее там поправлял, то во втором случае с блондинкой я не понимал, что делать с волосами, потому что у нее по задумке, у самой просто героини, да блин, у модели, малят. И из-за чего было очень интересно попробовать придать вот эту вот текстуру и получить вот какой-то определенный байп по волосам, потому что, например, у меня нету концепции прорисовывать каждую деталь на волосах. Я не очень хорошо это умею пока делать. Я потихонечку к этому иду, точно так же, как и с похожестью, и с анатомией. То есть, есть определенные минусы, которые надо просто подтянуть до плюса. И просто надо проанализировать и получить потом в будущем какой-то новый результат. Но я не планирую перерисовывать эту работу. Я считаю, что она законченная, она классная, яркая, динамичная. Я еще сделаю ее в нескольких расцветках. Конечно, мне бы хотелось рассказать что-то более детальное, более яркое. Типа сказать, вау, я вкладываю вот такой глубочайший смысл. Нет, к сожалению, каждый сам индивидуально ищет в работах что-то для себя. Поэтому очень часто играют названия. Ну, то есть, в данной ситуации мы создаем образ того, что там какие-то потусторонние миры. Причем этот мир создала уже тот, кто, ну, как вы уже поняли, дал название данной работе. Его дала как раз модель. И я еще раз повторю, благодаря этому родилось название. То есть, вы тоже можете совершенно спокойно креативить с названиями. Не обязательно это название должно быть простым, лаконичным. Это сейчас, типа, для простоты восприятия. Мы привыкли получать быструю информацию. Это не обязательно. Я вам влегчу страдания. Можно и выпендриваться своими длинными названиями. Все равно, к сожалению, названия бывают коверкаются. Самое главное, чтобы зритель испытывал эмоцию по отношению к вашей работе. Это все очень интересно. За это я люблю иллюстрацию. Я люблю создавать контент. Я люблю, когда создается какой-то образ. Я безумно сильно люблю еще, когда маркетинг присутствует, например, в музыкальном бизнесе. То есть, когда... Вот все мы слышали про брат. Ну, то есть, вот, Charlie XCX. Вот, она же вместе со своей маркетинговой компанией, когда выпускала альбом «Брат», это вообще было просто что-то с чем-то. Потому что, во-первых, этот неоново-зеленый. Сколько, блин, было рекламных вот этих всех штук. Я тоже хочу что-то похожее сделать, но я вот думаю еще, что можно с этим сделать. То есть, мне не хочется, например, создавать слишком много. Я не хочу создавать слишком мало. И в то же время я хочу что-то такое интересное. Заведомо я вам тоже советую. Попробуйте проанализировать свой контент, найти там что-то, что сразу взаимодействует с вами. Я понял, что я безумно сильно люблю в новых работах рисовать персонажи с закрытыми глазами. Я хочу создавать спокойные эмоции и рассказывать что-то не кричащее, но глубокое. И чтобы зритель сам что-то там находил. Заведомо я собираю как раз мудборд из реального человека, из-за чего как раз образ сам собой формируется. То есть, вы тоже можете просить своих друзей, отправлять вам фотографии с разных ракурсов, чтобы вы могли их проанализировать и вот так скрепить. Вот. Пинтерест тоже, слава богу, до сих пор существует. Очень много идей можно оттуда взять. Учитесь доставать еще из головы, потому что, вот, например, эта работа родилась целиком только из моей головы. Возможно, где-то в Пинтересте я что-то похожее видел. Но я видел больше фотографии. То есть, там, не знаю, людей, которые, не знаю, были сфотаны на вспышку. То есть, это где-то ночью, на какой-нибудь тусе. И вот я понял, я хочу сделать эффект, чтобы был прямой свет в моей работе. И чтобы создалось ощущение, что это все-таки вспышка. Но в то же время, чтобы это не было похоже на вспышку. Раньше, в моем еще молодом контенте, я любил использовать боковой свет. Потом я от него отказался, и я начал использовать простые цвета. А сейчас я начал понимать, что мне нравится прямой свет только из-за того, что, во-первых, это более попсовый вариант. Во-вторых, это все равно более четко прорисованное лицо, не такой сложный свет. Ну и, короче, что-то такое понятное, доступное. Поняли, да? Если мы хотим работать с коммерцией, то, к сожалению, нужно делать что-то простое, доступное, понятное. То, что зритель будет понимать. К сожалению, глубокое искусство не все понимают. Поэтому, если вы создаете что-то глубокое, либо вам надо разжевывать это все, либо даже, не знаю, продумывать доступный маркетинговый ход, чтобы все начали об этом говорить. Вот. Это мои мысли. Это не лекция про то, как стать известным, популярным. У меня у самого, блин, проблемы с этим. У меня, дай боже, у меня в новом инстаграме, который я сейчас веду, который блогерский, на секундочку, там, где как раз вот эта новая серия работы публикуются, там всего 45 человек. В моем телеграме всего сейчас 15 человек, если мне память не изменяет, в ВК тоже что-то как-то все дохло. То есть, вообще, просто тяжело сейчас действительно придумать что-то новое, уникальное, чтобы тебя сразу все заметили, либо ты делаешь все на повторение, либо ты, как говорится, одинокий художник, и ждешь, пока, блин, просто звезды сойдутся, и ты станешь популярным. Я пытаюсь просто сейчас заново придумать что-то новое, интересное. Если вам это интересно, подписывайтесь на мои социальные сети, будем вместе следить за мной, и посмотрим, какого результата я достигну через хотя бы год. Я пишу песни, вы можете их совершенно спокойно послушать на всех площадках, начиная от Spotify, Apple Music, ВК, Яндекс.Музыка, вообще везде. Подписывайтесь на данный канал на YouTube, потому что именно здесь я буду публиковать свои будущие клипы, потому что сейчас, на данный момент у меня здесь их всего два, плюс еще несколько песен. Вот, и я планирую еще сейчас скоро времени выпустить еще третий клип, вот, завершающий, который вот завершает этот альбом, вот, и что еще? А вот, цените себя, свое творчество и старайтесь придумывать что-то новое, хоть это очень тяжело. Если не получается придумать что-то новое, берите что-то за основу старое и пытайтесь внедрить это во что-то современное. Получится ли у меня это? Никто не знает, но я точно верю, что если я смогу взять максимум с этой иллюстрации, то и заведомо будут охваты. А, к сожалению, мы живем в интернете сейчас, и недостаточно просто придумать какой-то вау-контент, надо уметь его еще и продавать. Вот, я пока учусь это делать. Всем пока!